Первая в этом сезоне выставка ярмарка «Работ печорских мастериц» состоялась в доме быта по улице Островского. Туда приходили за вдохновением. Мастериц на этот раз собралось немного, но работы, которые они сделали своими руками, очень разные и действительно очень интересные. Татьяна Канева, как всегда, удивляла украшениями. Эти жгуты связаны из японского бисера. Он считается, пожалуй, самым лучшим в мире. Очень мелкий, очень ровный и, конечно, очень дорогой. Японский бисер, чем он хорош на данный момент, в мире считается самым качественным, естественно, самым дорогим, но изделия из него более легкие и более ровные, более красивые. По сравнению даже с чешским бисером, про другой бисер уже рассказывать не буду, изделия из него более легкие, более красивые, более современные, потому что у них появляются такие технологии нанесения красок, нанесения даже золота 24 карата. Во всяком случае, японцы дают гарантию, что оно не стирается, его можно передавать по наследству. Абсолютно очаровательные куклы Ирины Андрукевич, а сделаны они с фоамирама. Это пластичная замша. Из него можно сделать все, начиная от таких кукол и заканчивая удивительно реалистичными цветами. С ним работать очень приятно, потому что он легко поддающийся для формирования любого изделия. Допустим, эту куколку возьмешь, здесь вот внутри находится пластиковый, пластовый шарик. И при помощи термообработки утюга все это обтягивается, затем рисуется, формируются платья, ножки. Процесс трудоемкий, но очень захватывающий. У меня вышивка и бисером, и лентами очень долго. И поныне я продолжаю, но на данный момент заинтересовалась, потому что сам необычность материала привлекла. И разнообразие. Может быть, в детстве вот этот вот интерес мой долг. Я до 16 лет, у меня куклы разные. Покупала просто из любви к куклам. А вот сейчас как-то окунулась в мир детства. Семья Екатерины Трифон выставила работы из глины, гипса и бересты. Нужно собрать бересту, это выбрать чистую, хорошую березу, обработать ее все, очистить, нарезать на ленты и, в общем, плести. Скручивается, потом это все вымачиваем в горячей воде, она, чтобы мягкая стала, и потом вот так вот. Огорчает одно. Ручная работа, даже самая искусная, не пользуется в нашем городе большой популярностью. Конечно, дешевле китайскую штамповку купить. Вот только все работы печорских мастериц в единственном экземпляре. И они действительно вкладывают в них все свое умение, свое терпение и талант. Потому что хочется показать, что умеют женщины города Печоры. Как оказалось, очень много мастериц и очень много разнообразных техник появляется. Вот мы уже собираемся третий год вот так, у нас все больше и больше рукодельниц. И очень много интересных техник, рукоделия, новые возрождения, старых каких-то техник уже в новых материалах. Это очень интересно. И вот лично для меня хочется, чтобы женщины выходили и показывали, чтобы они не сидели дома на кухнях, а приходили и показывали свое мастерство всем жителям города.